Когда в 1975 году Билл Гейтс бросил учебу в городском университете, родители не стали его ругать. Они видели, что их сын вместе с другом детства Полом Алленом очень хочет создать собственную компанию. Позднее Гейтс утверждал, что им двигало нежелание денег, его отец и так был преуспевающим юристом, а страсть к программированию и персональному компьютеру. Еще в школе он написал программу, чтобы играть с машиной в крестики-нодики. Поводом для создания компании послужила статья в журнале Popular Electronics про новый микрокомпьютер компании MITS из Нью-Мексико Altenir 8800. Гейтс связался с производителем, чтобы сообщить, что вместе с Алленом работают над операционной системой для Altenir. На самом деле они еще не работали над ним, а просто хотели убедить MITS заключить с ними контакт. Так и вышло. MITS согласилась продавать Altenir в комплекте с начинкой от новой компании Microsoft. Micro в ее названии означало «микрокомпьютеры», а софт – «программные продукты». К началу 90-х такие программные продукты Microsoft, как текстовый редактор Word и операционная система Windows, распространились по всему миру, в особенности среди корпоративных заказчиков. В середине 90-х компанию Гейтса даже обвинили в монополизме и оштрафовали на миллиарды долларов США и Европе. Но именно тогда страсть Гейтса к программированию сделала его самым богатым человеком в мире. Это звание он с небольшими перерывами удерживает до наших дней. В конце 90-х Гейтс, который зарекомендовал себя жестким бизнесменом, принял решение посвятить себя благотворительности. Так же в свое время поступили и его родители. Отец Гейтса даже вел компанию за обведение налога на роскошь в штате Вашингтона. Ежегодные пожертвования основателя Microsoft в медицине и образовании исчисляются десятками миллиардов долларов. В 2008 году он стал неисполнительным председателем Совета директоров своей корпорации. И занимается поисками вакцин от ВИЧ и малярии, так же увлеченным, как когда-то программированием. Субтитры создавал DimaTorzok